Друзья, добрый день! Меня зовут Николай Стрельников и сегодня у нас рецепт латте Жасмин Малина. Прежде чем начнем готовить, хотел бы попросить вас подпишитесь на наш канал, ставьте колокольчик, пишите комментарии, лайки ставьте. Это очень помогает продвигаться нашему каналу. Ну и конечно большое спасибо всем нашим спонсорам на ютубе, на бусте, патреоне. Вы нам очень помогаете. Поехали! Этот рецепт мы разработали специально для наших партнеров компании Виола. Интересна в нем сама идея, заготовка. Уже в работе, когда вы будете готовить его, он достаточно простой и быстрый. То есть для меня очень важно, чтобы заведение, когда оно работает, либо если вы дома готовите много таких напитков, чтобы сама процедура приготовления напитка, она не была сложной и не была долгой. Но сама заготовка, она требует определенной сноровки и терпения. Мы взяли первую часть заготовки. Мы сделали сливочный соус. Для этого потребовалось 300 грамм сливок 33 процентных, цедра апельсина 15 грамм и сок апельсина 30 грамм, а также 10 грамм жасмин зеленого чая. Я на плите сливки до кипения довел. И после этого убавил температуру огня до минимума, добавил цедру, добавил сок апельсина и жасмин в чай. После этого я убрал кастрюлю с плиты и дал настояться этому соусу в течение 40 минут. Чай очень много отдал своего вкуса. Также цедра и сок апельсина передали свой вкус в сливки. После этого этот соус нужно через сито отфильтровать, чтобы ушла цедра, ушел чай. На плиту также высыпал 100 грамм сахара и довел его до состояния жидкой карамели. Очень важно здесь добиться того, чтобы у вас не было комочков и в дальнейшем ваш соус был однородной массы. Как только вы доводите до состояния карамели сахар, убавляем температуру огня до минимума. И после этого я порциями начал добавлять наш соус. Примерно по 50 грамм и тщательно все это перемешивать. Таким образом мы на выходе получили нашу заготовку. Это карамельный соус сливочный с ярким ароматом жасмином. В изначальной рецептуре мы должны были смешать в блендере сахар и сублимированную малину. В данном случае мы будем использовать сироп малиновый от наших партнеров Примиксологи. Это то же самое и все гораздо быстрее. Плюс уже готовый. Теперь будем готовить сам напиток. В основе я буду использовать молоко полтора процента жирности от Виолы. Дело в том, что сам по себе соус достаточно жирный у нас получился. И чтобы сбалансировать напиток и сделать его не таким десертным, я буду использовать молоко с пониженной жирностью. При этом у молока Виолы сорта Элит. У них достаточно хорошая сладость на пониженном жирности. Хороший баланс идет. Я буду использовать 300 грамм молока. Если соус у вас свежий и теплый, когда вы будете нагревать молоко, нагревайте его до классической температуры 55-65 градусов. Если у вас соус хранится в холодильнике, лучше его хранить в холодильнике, то нагревайте молоко до 65, можно даже ближе к 70 градусам, чтобы у вас соус хорошо размешался, растворился в молоке. 50 грамм соуса. И я приготовлю эспрессо. Поролельно с приготовлением эспрессо буду взбивать молоко. Вливаем с нашим молоком. На такой объем 400 миллилитров я буду использовать два эспрессо, чтобы чувствовать кофейную составляющую. Делаем украшение. И финальная часть это посыпка. В данном случае малина не даст серьезного вкуса в самом напитке, но ароматика, которая будет и на первом глотке, это будет очень интересный дополнительный вкусовой усилитель. Напиток готов? Это очень комплексный вкус напитка. Здесь нет такого, что отдельно идет жасмин или молочная составляющая. Хороший баланс сладости, он сливочный, хороший баланс вообще кофе и молока, но при этом вот эта сладость, которая идет, она необычная идет. Сейчас на послевкусии, на выдохе я чувствую чай. Малина идет, особенно когда с губ слизываешь пену, то идет такая кислотность и сладость малины. Очень согревающий, всем рекомендую пробовать. Друзья, напишите в комментариях, насколько вам было сложно приготовить такой напиток, делать такую заготовку, получилось ли сразу это сделать. Приготовление такого напитка это не просто развитие ваших навыков как бариста, но еще такая кулинарная составляющая. Мне в целом очень нравится работать со сложными напитками, мне нравится подключать здесь и поварские какие-то навыки, и кулинарные. И это расширяет вообще нашу гастрономию, делает напитки интереснее, сложнее и разнообразнее. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok